Всем привет! Рады приветствовать вас на канале Строй Мечту. В этом выпуске вы увидите честный обзор о том, что случилось с нашим гаражом через год. Перед строительством дома, бани и гаража мы не отсыпали участок и сразу не сделали дренаж. Когда тает снег, вода идет с нашего и соседских участков через наши постройки по уклону. По весне талая вода размыла яму перед погребом и затопила его. Уровень воды в погребе наблюдалось до 80 сантиметров. Выкачивали воду дренажным насосом сутки. К сожалению, этого видео нет. Вода поступала в подвал не через потолок, а прям сквозь стену через пустотел и керамзитоблок. Хоть и в подвале есть гидроизоляция из строительной пленки, с таким объемом вода все равно нашла себе вход внутрь. После чего мы сделали полный дренаж участка, который вы увидите в следующем видеоролике. При строительстве погреба и гаража мы не планировали заливать монолитную плиту на подвал и смотровую яму. Поэтому, как вы видите в прошлом видео про погреб, заложили его пол вместо арматуры металлическую сетку с сечением 10х10 и толщиной 3 миллиметра. Хотя изначально хотели из арматуры, но она должна была прийти только на следующий день. Из этого, раз погреб со смотровой ямой не стал отдельным сооружением, на них залилась монолитная плита толщиной в 30 сантиметров, делая основной упор на подвал и смотровую яму, плюс еще масса стен гаража и его крыши. Соответственно, бетонный пол погреба, внутри которого сетка, не выдержал и треснул, после чего просела одна часть фундамента гаража с последующими трещинами на самой плите и на стенах. Плюс к этому вокруг гаража и погреба стояла вода и никуда не уходила. Продолжение следует... Трещина на стене в переходный период доходила до 5 сантиметров. Когда земля просохла, трещина сохранялась толщиной в пол сантиметра все лето. Нужно было укрепить пол в подвале и укрепить стороны фундамента гаража со стороны просадки. В погребе над полом в 5 сантиметров двух параллельных сторон просверлили отверстие в стенах диаметром 12 миллиметров. В других двух стенах высотой 6 сантиметров того же диаметра и вставили в них арматуру 12 диаметра, глубиной в сам блок по 15 сантиметров, двух сторон во всех стенах. Интервалы между отверстиями в 20 сантиметров. Продолжение следует... Выполнили обвязку арматуры проволокой и залили бетоном щебнем мелкой фракции. Толщина нового пола составила 10 мм. Где чистовая высота самого погреба составила 190 см. Просевшую часть монолитной плиты решили укрепить тремя тумбами по краям и посередине. Ямы для подпоров для плиты выкопали на 40 см вниз и по 30 см в глубину под фундамент. Засверлили в саму плиту по 6 арматур 12 диаметра с торца глубиной 30 см, а по 4 поставили вертикально с последующей обвязкой арматур, где получился каркас. Затем сделали опалубку на уровне фундамента и залили их бетоном щебнем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... В течение трех дней поливали погреб и тумбы водой, после чего сняли опалубку. Продолжение следует... Отделку гаража пока не планируем. Следующий год будет вестись наблюдение за ним. После укрепления фундамента гаража и пола подвала с выводом воды через дренаж, о чем в дальнейшем будем информировать вас. Не повторяйте наших ошибок и не пропустите следующий выпуск про полный дренаж и чавка. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!